Алена Дмитриевна, мы не только поменяли адрес, сегодня мы выходим в эфир в новой студии. Она у нас получилась такая многофункциональная, здесь у нас будет новостной уголок, здесь такая гостевая зона. Как вам идея? Замечательная. Вообще считаю, что преобразование, модернизация идет всегда на пользу. Но в данной ситуации мне очень приятно и интерьерное исполнение, но я думаю, что и новостейное будет достаточно на высоком уровне. Спасибо. Алена Дмитриевна, смотрю, вы не с пустыми руками, кто-то там уже подает о себе знать. Есть такая старая добрая традиция на Руси, во время новоселья первым в дом пускали кота. Я думаю, что мы не станем с вами исключением, и в рамках новоселья мы вот такой подарок вам приготовили. Я думаю, что он будет очень... Кстати... Ой, давайте посмотрим. Вот такой замечательный старт. Пускай он пробежится по вашим углам, и я думаю, что здесь действительно будет очень благодатная такая обстановка. Пусть принесет нам удачу. Спасибо, Алена Дмитриевна. Ну что ж, до мотора остается буквально несколько минут, так что по местам. Согласна. Здравствуйте! Вы смотрите новости Клина и у телекомпании ТНТ Поиск. Перезагрузка. Мы выходим из новой студии с новыми идеями и новыми возможностями. Это небольшое отступление, а теперь о главных темах выпуска. Место ржавых гаражей, детские городки и спортплощадки. С начала года снесли шесть бесхозных автоангаров. На очереди еще двадцать. Что-то тут, конечно, расписано, и я считаю, что это некрасиво. Бросаются глаза на фоне школы. Новые тарифы за коммуналку и капитальный ремонт обсудили на восьмом форуме «Управдом». Мы стараемся каждый форум поднимать те темы, которые действительно больше интересуют и волнуются наших жителей. Портал «Прошлое» в ночь музея. Клинчане вернулись назад в СССР. Я был на концертах, был в музеях, а все это вместе не было. Поэтому это очень интересно для меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!